Знаете ли вы, что и у собак есть тапочки? Ведь у настоящего спортсмена должна быть своя форма. И гонки на собачьих упряжках не исключение. Шлейка, ошейник, нарты, крепления – все для удобства и безопасности. Собаки идут парами, то есть цугом. Максимально 16 собак ставят. Бирюзовая Катунь находится около горы Красный Камень. Местность рельефная и опасная, но организаторы все предусмотрели. К соревнованиям трассу подготовили, накатали и установили разметки. Трасса уникальная, действительно уникальная. По рельефу, по сложности, по перепаду высот. То есть здесь он такой очень нешуточный перепад высот, 600 метров. На соревнования приехали 30 спортсменов со всей Сибири и Казахстана. Самая короткая дистанция – 500 метров. Самая длинная – 50 километров. Подъемы там самые сложные, это подъемы. Трасса классная, трасса вообще интересная, мне понравилась. Да в принципе трасса не сложная, простая. Ничего сложного, интересно. Клевый подъем такой. Представляете, когда груз такой сзади болтается? Якорь. Она бы сама уже без меня, уже давно на финише бы была. В общем, это наш первый раз лыжный. И ее, и мой. Мы приехали поболеть за собратьев, покричать им «Ура!» и порадоваться за их успехи. Ну, в общем, мы гусакли, наверное, тоже. Самое главное – это самочувствие собак. После гонки ветеринар осматривает лапки. Да, вот здесь ледышки намерзли. И они могут травмировать кожу, нежную кожу меж пальцами. Ну, здесь обошлось. К счастью, все обошлось без травм. Самая интересная и волнительная часть любых соревнований – это награждение. Победители получили кубки, медали и лакомства для своих питомцев. Тата Геворгян, Александр Захаров. Новости.